Здравствуйте! USB тестер в Нирсе FNB58. Запечатанный в коробочке. Вот он. Я делал на него обзор где-то месяцев, наверное, да скорее всего, что год назад. И я до сих пор им пользуюсь. Забегая вперед, хочется сказать, что еще пользуюсь этим, этим и вот этим тестером. Это если дело касается разъема USB-A. Я специально не показываю другие тестеры, потому что есть у меня еще кое-какие. Но если надо измерить что-нибудь в USB-A, то второй-третий отлично подходит. Наверняка у кого-то есть вопрос, а зачем тебе еще один новый, если у тебя есть и ты им пользуешься? А вот сейчас я покажу. Кто следит за моим каналом и моими, я не знаю, разнообразными высказываниями, я сказал, что этот тестер тухлый. Просто тухлый. Ну вот так вот получилось. Вот такое выражение у меня. Давайте посмотрим, что происходит. Включаем зарядку. Пошел SuperDart. Быстрая зарядка, соответственно. Включаемся через тестер. Не пошел SuperDart. Не работает быстрая зарядка. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. Ну как такое? Никуда не годится. Я не просто так взял другие тестеры, чтобы их показать. Давайте я покажу на их примере, что здесь все работает. Вы уж не смотрите, что вот этот тестер у меня без корпуса. Ну так уж получилось, что корпус куда-то провалился. Но мы видим, 50 ватт сработало и пошла быстрая зарядка. Берем еще один тестер. Включаемся точно также. Пошла быстрая зарядка. Сейчас, кстати, надо было показать. Сейчас передерну еще раз. Отлично. Вот так вот. Да, SuperDart. И здесь мы также переключились и моща поползла. 40 за 50 и сколько надо. И еще один тестер. Так же подключаемся. И так же видим здесь SuperDart. И так же переключилась у нас на 9 вольт. И так же моща поползла. 40, 60, 70. Ой, что я говорю. 46 ватт. Но это совершенно не важно. Важно, что через этот тухлый тестер, как я его называю, быстрая зарядка на Realme не идет. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. Здесь ничего не отображается. Полная ерунда. И, честно говоря, хотелось бы раз и навсегда решить этот вопрос. Потому, что он продолжается уже больше года. На форуме 4ПДА говорят, что да сам ты тухлый. А я показываю. Вот, смотрите, у меня же не работает. Да нет, все работает. Но у меня нет тестера, говорит. К сожалению. Но все работает. Ладно. Смешно иногда. Да, бывает. Он говорит, тестера у меня нет. Проверить я не могу. Но все работает. А почему у тебя не работает? Потому, что сам ты тухлый. Ну, ладно. Собственно. Поэтому вот у меня появилась такая возможность взять такой тестер. Новенький. Он абсолютно новый. Я его только что при вас скрыл. Здесь даже есть кое-какая бумаженция, которая, я не знаю, вряд ли мне когда-то пригодится. Пленочку, естественно, я сразу убираю. Мне это... Так, тоже не пригодится. И, по-моему, все в коробке больше ничего нет. За время его производства, вижу, с ним ничего не произошло. Все у него точно так же. Осталось его только проверить на работоспособность. Да, он загорелся. Это хорошо. Он работает. Я уж обзор на его функции делать не буду. Потому, что, ну, столько про него сказано. И не только мной. Уж сколько тут всего про него говорится. Да, да, все привычно. Все одинаково. Зайдем только посмотрим, может быть, прошивочку. Прошивка 063. Запусков 11. Ну, что ж. Осталось сразу проверить на тухлость. Так ли это будет? Или так это не будет? А вот смотрите. Получается, что мой экземпляр тестера, купленный самый первый, я его покупал самый первый, и обзор на тубе был тоже самый первый от меня. И вот мой экземпляр, получается, просто не работает. Вот такая вот история. Поэтому он все-таки тухлый. Давайте еще раз посмотрим на это. Включаемся. Да, и через него ничего не проходит. А Xiaomi работает. Если что, Xiaomi работает, другие аппараты работают. Все у него пять контактов, все эти, они у него работают. Но, к сожалению, на Realme и на других аппаратах я пробовал BBK тоже не работало. А здесь мы видим на новом экземпляре все прекрасно заработало. SuperDart. И больше этот тестер не тухлый, в моем понимании, оказывается. И это замечательно. Пойду к компьютеру, перепрошу его, заодно покажу, как это делается. Я уж не буду скрины экрана делать. Уж сделаю как есть, потому что надо показывать, как подключиться к самому тестеру. Так, софт можно скачать, естественно, на официальном сайте, а можно зайти у нас в телеграм-канал. Тема называется софт для внирси. И здесь я вот выложил последнюю прошивку. Так, 0.68, да, которая APC софт, с помощью которого, в принципе, мы прошьемся. Во-первых, подключаем кабель микро-USB к компьютеру к своему. Дальше. Зажимаем джойстик и включаемся. Готово. И тогда вот он пришел в режим записи. Программа извлеченная запускается. Вот она. Здесь мы переходим в систему. Открываем папочку. Суем прошивку, которую вы только что скачали либо с сайта, либо с телеги. И жмем вот на эту кнопку. И все вроде бы должно ехать и поехать. Начать обновление, написано. Здесь что говорит. И здесь говорит, что все пошло. Сейчас прошьется на 0.68. Ну что ж, на всякий случай проверим версию тестера. Версия 0.68. Число включения уже 16. Отлично. Надеюсь, что ничего после этого не изменилось. Ну, а вдруг это после прошивки. Ну, ну, вдруг. Нет, не вдруг. И меня это радует. Здорово. Столько времени прошло. Год. Год. Практически год. Я использовал вот такую вот ерунду. Ну, что ж. А тестером будем пользоваться обязательно. Обязательно. Потому что я говорю, что я своим пользовался. И он достаточно успешно показывает протоколы. Давайте вот на всякий случай пройдемся по автодетектированию. Вот, например, вот этого зарядника. Давайте посмотрим, что в нем ничего нет, кроме супер вука и вука. Отличное зарядное устройство, потому что оно родное. Теперь, к сожалению, я вынужден показать, как тестировать кабели. Просто совершенно недавно я столкнулся в телеграме, где спрашивают, а почему-то у меня ни один кабель не тестируется. Смотрите, есть два варианта подачи питания на тестер. Это через USB-A, либо через вот этот микро-USB. Давайте я покажу. Если мы воткнемся через USB-A, зайдем в Toolbox, зайдем в USB-C кабель, он говорит, что я его уже ищу. Подключимся. Либо к этому увидим USB 2.0, 50 вольт, 2 ампера. Да, и с перелистыванием страниц. Либо в этот разъем то же самое мы здесь увидим. Хорошо работает. На всякий случай покажу другой кабель, который у меня USB 3.2 Gen2, 20 вольт, 5 ампер. И точно так же он будет работать и здесь. Но ни в коем случае он не будет, если здесь будет питание. Питание здесь быть не должно. Я увидел в теме, кто-то тестировал и давал сюда питание. Нет, питание здесь быть не должно, иначе чип не прочитается. Либо мы можем дать внешнее питание через разъем микро-USB. И так же зайти в Toolbox, перейти в USB-C кабель. Он говорит, что я уже ищу. И уже после того, как он скажет, что я ищу, подсунуть ему какие-нибудь кабели. И тогда он вам покажет почти правду. Почему почти? Потому что я уже показывал, что совершенно необязательно, что чип будет стоять USB 3.2, допустим. И кабель будет этому соответствовать. Нет, это совершенно необязательно. Производители лепят. Ну, все, что попало. Что хотят, то и делают, к сожалению. Теперь позволю себе дать небольшой совет. Я тут недавно посмотрел обзор на Anker 737. И этот аккумулятор умеет отдавать и принимать мощность 140 Вт. Для этого ему нужно подняться до 28 Вольт. Вот, например, мой старый тестер UT18, хотя он просто идеальный. Вот, на мой взгляд, это просто идеальный тестер. Вот, он, к сожалению, устарел. Он не умеет видеть 28 Вольт. Поэтому я покажу это на примере вот здесь. В НИРСе. ФНБ-58 имеется в виду. Не ФНБ-58. То есть мы заходим в Fast Charge. Мы заходим в PD Trigger. Давай, давай. Может быть перезагрузится. Да. И вот здесь мы тогда уже увидим в седьмом профиле 28 Вольт, 5 Ампер. И действительно 28 Вольт мы видим. Выходим в бэкграунд, потому что нам хочется смотреть... Ну, мне хочется, во всяком случае, смотреть большие цифры. Мы видим вот эти вот большие цифры. Есть 28 Вольт. И такое напряжение можно снять с пауэрбанка Anker. Для этого можно приобрести такой тестер и показывать своей аудитории, какой ты молодец. Хотя зачем я все это говорю? Разговор-то был в принципе о тестере и об этом. И все-таки давайте на практике посмотрим, как это работает. Через тестер я воткнулся в 140-ваттное зарядное устройство. Power Delivery клавишу я выключу, потому что я буду заряжать другой аккумулятор. И тестер должен сам включиться. Есть такое дело. Произошло. 28 Вольт появилось. И аккумулятор стал потреблять примерно 136 Ватт. 136 Ватт это неплохо. Почему перезагрузилось, я не знаю. Ну, может быть, такое иногда бывает. Хорошо. 136 Ватт. Может, у меня как-то где-то отошел или еще что-то. Здесь он показывает 131. Ну, со всеми потерями туда-сюда. Как бы это хорошо. И этот тестер современный. Он это умеет. Поэтому, конечно, я буду им пользоваться. Я и старым своим пользовался обязательно. Потому что удобно. Да, он удобный. У него вот это вот колесико. Вот эта кнопка мне... Ну, ладно. Ладно. Ко всем можно привыкнуть. Но вот у кого возникали вопросы. А какой тестер купить? На мой взгляд, конечно, U3 более современный. Он постоянно обновляется. FNB 58. Последняя прошивка 0.68 была не помню, сколько месяцев назад. А вот у U3 постоянно выходят новые прошивки. И они выходят с исправлениями, которые действительно нужны. Не просто так. Но все равно 58 я бы рекомендовал к покупке, например. Большие цифры. Максимум возможностей. Он все, в принципе, умеет. У него там осциллограф какой-никакой есть. Он, конечно, осциллограф. У него управление осциллографом, например, у него удобнее, чем у U3. Или C4. Заодно посмотрели пульсации на пауэрбанке 140-ваттном. Обязательно будет на него обзор. Давайте, забегая вперед, кстати, пройдемся по пауэрделивери триггеру этого аккумулятора. И мы здесь увидим 28 вольт 5 ампер. Но хочется сказать, что вот, например, этот тестер нам не показал вот такое. Что покажет сейчас U3. Перейдем здесь в пауэрделивери протокол. Выберем PD3.1. И мы увидим здесь 28 вольт 5 ампер. И мы здесь увидим АВС. АВС от 15 до 28 вольт 140 ватт. АВС у этого пауэрбанка есть. И это очень хорошо. Вот, например, FNB58 нам этого не показал. Здесь. У него седьмой профиль пустой. То же самое касается автодетектирования протоколов. Например, мы здесь увидим просто PD3.1 140 ватт. И PDO 7 штук. Но U3 нам покажет. Немножко другое. Если я войду в автодетект. Вот он автодетект. Давайте посмотрим. Все. Финиш прошелся по автопротоколу. И вот здесь вот он в подробностях нам показал. Что есть Power Delivery 3.1 EPR 28 вольт 5 ампер 140 ватт. По фиксу он умеет 28 вольт. И АВС от 15 до 28 вольт 140 ватт. Здесь немножечко подробнее. Я уверен, что софтовым образом FNB58 сможет это как-то исправить. Но пока что, к сожалению, такого нет. Зато FNB58 имеет достаточно расширенный триггер Mi. Сейчас мы его увидим. Например, Mi PD, USB-A, USB-C. USB-A, USB-C. Их три вида. Их действительно немножко побольше. Вот, например, войдя просто в PD-триггер на вот этом Power Bank'е с родным кабелем, мы увидели от 5 до 20 и уже 6 ампер. 6 ампер – это не спецификация Power Delivery. По спецификации Power Delivery не бывает более 5 ампер. Это припретарщина от Xiaomi. Это надо знать. Но и этот тестер это показал. Еще раз посмотрим его в действии. Этот аккумулятор, к сожалению, заряжается только 100 ваттами. Ну, чуть меньше. Там 92-93. Но, как мы видим, все это работает. И этот тестер позволяет увидеть нам, во всяком случае, напряжение и силу тока. И также он высчитает мощность. Ну, а на YouTube есть, конечно, очень много разных подробных обзоров с функциями, со всякими. Я рад, что у меня приключилась вот такая вот история, что вот этот старенький теперь будет отложен в сторонку, и я им пользоваться не буду. И, наконец-то, аппараты от концерна BBK я буду наблюдать через большой дисплей тестера FNB-58. Вот такое получилось скомканное видео. Я очень рад, что компания FNIRS любезно поделилась со мной этим тестером для того, чтобы я смог проверить свой старый прибор и сравнить его с новым. И действительно стоит признать, что мой старый тухлый тестер действительно тухлый, а новый, который новый, работает без проблем. И я по традиции всем желаю качественных гаджетов, удачных покупок, удачных продаж. Подписывайтесь на Telegram. И пока.